В Твери жители частного сектора в микрорайоне Соменко просыпаются каждое утро под журчание весеннего ручья под окнами. Вот только эти звуки вызывают отнюдь не умиление, а содрогание. Ведь вода вовсе не ключевая, а канализационная. Улица Прошлая это весной превратилась в зловонный канал. Местные жители боятся одного, что содержимое канализации станет причиной зарождения болезнетворных инфекций, погубит почву. Тему продолжит наш корреспондент. Поселиться у реки или озера мечтают многие. Водные пейзажи безусловно прекрасны, но только не на улице брошено в Твери. Водоем здесь хоть и есть, в каком-то смысле даже живописный, но мутный и годный разве что в качестве декораций к фильму ужасов. Для полноты картины есть все и деревья, и туман, и даже танцующий люк в преисподнюю, который не в силах сдержать потоки нечистот, рвущихся на свет божий. Видеокамера может передать в красках картинку всего происходящего, но, к сожалению, технологии не дошли до того, чтобы можно было через экран почувствовать ароматы этого всего. Кстати, все эти запахи канализационных вод уже плотно поселились в округе, проникли во дворы и в дома местных жителей. Увы, канализационный коллектор переполнен. Его содержимое нашло выход. И почему-то именно здесь. Теперь место коммунального ЧП приходится обходить стороной. А через Прошины, между тем, пролегает путь к остановке и к школе. Зимой текло. Там на поле, по-моему, течет. В школе течет 3-4. А вот канал приезжал зимой, что-то делали, не знаю. Там течет, что нам приехало, но в начале течет. И действительно, конец и край зловонного канала найти очень легко. По запаху и следам подсохших фекалий в полисадниках. Как на одном конце улицы, так и на другом. Нередко свой вонючий след канализационная вода оставляет в огородах, подвалах и гаражах. Три раза за зиму затапливала нам гараж. Вот эта вся канализация лилась к нам в гараж. Почему маршрут перемещения нечистот пролегает именно по улице Плеханово, для местных жителей загадка. Возможно, причина в неисправности коллектора или повышении грунтовых вод. Но с этим коллапс они связывают меньше всего. Ведь проблема появилась гораздо раньше половодия, около полугода назад. Своё спасение утопающие доверили водоканалу. Но... Перед Новым годом два или три раза вызывали. 31-го вызывали, они не приехали. Нас заливало, топило. Вот у меня из моей канализации там фонтаном белая. Они нам только говорят, что мы не знаем причину. Будем искать причину, найдём. Но ремонтировать будем в июне, в июль, там летом. Они отвечают, что у нас по всему городу аварии, что вы не первые. Какие бы ни были по счёту, но пятно коммунальных отходов по-прежнему на месте смердит и журчит. Жители боятся, что оно станет местом зарождения новой цивилизации близнетворных бактерий или экологической катастрофы. Это же туалетная вода. Смывы, сливы, всё идёт в канализацию, а из канализации в речку. И так дальше в Волгу, Тверцу в Волгу. На данный момент проблема не решена. До водоканала оказалось невозможно дозвониться даже журналистам. Трубки не берут. Как нам стало известно, Тверская природоохранная прокуратура начала проверку по данному факту. Видимо, только правоохранители, а не коммунальщики, в силах поставить точку в этой грязной истории. О том, как разрешиться это дурно пахнущее дело, мы будем следить.